так пришел turbo таймер олдскульный blitz fat такой вот он с проводочкой проводочка сделано типа под оригинал но здесь должен был быть переходник на чью-либо проводку не знаю какая там была изначально на какую машину покупался но суть какая фиолетовый провод идет у нас на ручник чтобы turbo таймер видел что машина стоит на ручники потом оранжевый у нас идет датчик скорости нам это не понадобится наверное и белый идет на shift lock это по-моему на коробку автомат если не ошибаюсь но здесь у нас черный две массы отсюда и тут уже у нас идет зеленый красный синий это на зажигание на постоянные 12 над ключа чтобы работала и на не помню на что на иллюминацию что-то такое там на подсветку или еще на еще на что сейчас будем пробовать подключать снимем обшивку под рулем посмотрим что там с проводка нашел вроде какую-то схему с распиновкой вроде ничего сложного но тем не менее нашел схему с распиновка и зажигание сейчас будем пробовать чем радует митсубиси тем что у нее остался европейский замок зажигания ну как бы от мотора с японки получается и на штекере подписанной гнишин 2 а cc и так далее на белом штекере тоже должно быть подписано что-то там вроде бы да и гнишин 1 а cc гнишин 2 это нам сильно поможет Shhh и и ч ч ч ч Сейчас нам нужно будет выпилить в этом кармашке сзади отверстие, чтобы наш турботаймер туда залез, и пролькинуть туда провода. И на двухсторонний тейп приклеить его, как раз сейчас сбоку останется место под телефон. Должен стоять, поэтому меняем позицию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо разобрать всю машину, чтобы все провода провести на свои места, чтобы все было в оригинальных местах. Сейчас под рулем, над рулем пустил эти три провода в оригинальном месте, с косой вместе. Начал разбирать центральную консоль, чтобы к ручнику добраться. И, в принципе, понял, что мне не нравится эта длинная ручка, и в идеале я сейчас сниму это все отсюда. И выпилю примерно полтора сантиметра, где-то, может быть, два, и приварю ниже сделаю. Потому что реально очень длинная, просто смотрится убого и неудобно тоже. Делаю такой, типа, колхозный шортшифтер, короче. Все обклеено шумкой. Внутри и по краям еле вытащил его из подлокотника. Так, остался один волк в труднодоступном месте. Если не повезет, мы его выпустим от сюда. Если не повезет, то вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, отпишитесь потом в комментах, интересно ли такой подробный формат, когда снимается все прямо, ну, от начала практически до конца, или только какие-то интересные моменты, выборочно, точечно. Или когда все-все-все, и серия получается, соответственно, где-то там 25-40 минут. Ну, в зависимости от того, что ты делаешь, конечно. Кстати, в прошлой серии меня дико взбесило то, что было все обклеено шумкой, и я чутка там помутягался, поэтому сорян за это постараюсь без мата как-то держать себя в руках. Вчера сам почему-то пересматривал серию, как-то стало так противно. Ну, как бы, я думаю, вы меня поймете. Но эмоции взяли верх надо мной. Хорошо, что совпало, что датчики, надо подключить датчики, как бы датчик буста, уже трубка здесь стоит на месте, как я уже говорил. Надо его запитать на подсветку, на зажигание тоже. И турботаймер, соответственно, все в одном месте и одним разом сделать, чтобы потом уже сюда не лезть. Хотя лезть туда в любом случае придется, потому что те датчики, те два датчика ВДО, которые у меня есть еще... Я не помню, я с какой-то 80-ки их купил давно еще на предыдущий проект. Они у меня так и валяются. Это датчик температуры и давления масла. У меня есть на них вся оригинальная проводка. Также со штыкерами всеми, аудюшные. С лампочками, подсветки. Единственное, у меня нет... Ураган там... У меня нет самого датчика давления, который ставится, ну, на блок там или куда-то. Не знаю, куда его там ставить правильно. Посмотрите. И мне его не хватает. И поэтому надо будет найти ВДОшные датчики сюда. И потом тогда уже до установить их, чтобы они работали. Потому что это качественные датчики, хорошие, надежные, не врут. Показывают правильно. И мне они, ну, как бы, нужны. Я хотел все время температуру и давление масла. Это необходимые вещи на моторах, на которых планируется наваливать. Периодически. Вещь важная. Поэтому без этого никак. Короче, сейчас попробуем переделать тогда ручку. Ну, не сейчас. Я сейчас ее разберу. Посмотрю, пока там снимается. В принципе, нетрудно два болта или один даже выкрутить. И она вылезет. Посмотрим. Может быть, сегодня еще и переварю ее. Если получится. Ну, доделать проводку, подсветку на таймеры, на датчики точно надо. Вот, как-то весело получается. Кулису снял. Сейчас будем укорачивать наш шифтер. Так вот он выглядит. Соответственно, эта часть с резьбой останется, куда накручивается ручка. И буквально, наверное, я, ну вот, столько. Два сантиметра, два с половиной я пильну. Здесь и здесь. И этот шток сюда потом наварю. Почему вообще начал шток делать сейчас? Потому что хочется сразу шток поставить готовый на место. Все собрать внизу, чтобы потом в кулисы не лезть. И когда сейчас там все провода будут сделаны, то центральную консоль эту, которая идет, просто соберу, чтобы потом больше не трогать и не хочется туда потом лезть. Поэтому сейчас плавно работ по проводке и установке турботаймера перенесся на кулису. Сейчас быстренько ее сделаю, воткну обратно и дальше продолжу собирать все. Ну, сейчас обточил. сделал сделал такие фаски небольшие сейчас мы его так прихватим вот и уже по кругу обварим заполнил потом проточим будет вот так вот так и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...